Городской конкурс «Учитель года Сочи» проводится ежегодно вот уже 15 лет. Это возможность каждого учителя доказать, что ты самый лучший. Принять участие в конкурсе может любой преподаватель. На этот раз их было более 40. Я надеюсь, что победит сильнейший. Но самое главное – это вырасти над собой. Самое главное – реализоваться в профессии. А это значит – любить детей, любить свой предмет. Но детей надо любить больше. Конкурсные испытания проводились в четырех номинациях с января по март. Основная номинация – учитель-предметник. Преподаватели проводили не импровизированные, а заранее подготовленные уроки. А в финале показали мастер-классы и фрагмент родительского собрания на актуальную тему. Среди конкурсантов – 10 молодых учителей, которые проработали в школе не более трех лет. Ольга Забарова в номинации «Молодой учитель Сочи» стала лучшей. На протяжении конкурса мы выходили, урок проводили. Это было немного легче, чем мастер-класс провести. И тут на сцену, при такой большой аудитории, мы, конечно, выходили в первый раз. Это было очень волнительно. Честно, волновались все очень сильно. Но духа такого соперничества, честно, сильного не было. Потому что все очень сплотились. И все настолько поддерживали друг друга, болели друг за друга, что это очень помогало, поддерживало нас всех. Ну а главная награда – «Хрустальный пеликан знаний» достался учителю начальных классов школы бизнеса Елене Петренко. Ее педагогический стаж – 24 года, но она не останавливается на достигнутом, всегда готова идти вперед. Ой, ну вы знаете, наверное, каждому учителю хочется иметь в копилке вот такое достижение. Но это реликвия, наверное. Конечно, чувства переполняют. Только потому, что, вы знаете, я шла на этот конкурс. Ну, конечно, хотелось победить. Но первостепенно мне хотелось познакомиться с конкурсантами, узнать о каких-то творческих достижениях моих коллег. Победитель конкурса отправится представлять Сочи на краевой этап «Учитель года-2015». А если повезет в крае, то и в Москву на конкурс «Учитель года России». Гелена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».